Всем привет! С вами Сергей, проект По. Сегодня хочу рассказать о фантастике. Я бы отнес даже немного ее к киперпанку и книга, которая мне понравилась, книга, которую я получил от Фанзон на обзор, и поэтому сейчас я буду ее, естественно, в вас хвалять. Нет, книга получилась хорошей, но это не та книга, за которой стоит следить и обязательно ее надо прочитать. Хотя, я этой книгой заинтересовался, потому что она по версии The Verge, это видно, что тут титулованная, лучшая книга 2017 года. Говорят премии Alex и BookTube SSF, финалист премии Филиппа Дика и Гудриц, и прям столько-столько там всех в премиях Юга, Ньюбала и две премии Локус. Называется книга «Отказ всех систем», это дневники Киллер-бота и автор Марта Уэллс. Небольшого объема, да еще тут на самом деле довольно крупноватый шрифт, читается очень быстро, кто не хочет читать, тот может поискать в аудио формате. Биг Бэк вроде бы его озвучивает. По крайней мере первые две истории, то есть «Отказ всех систем» и «Искусственное состояние» можно прослушать и в аудио формате. Книга сейчас как раз уже поступила, еще один такой же по сути сборник, там тоже два произведения, тоже уже поступила в продажу, продолжение дневника Киллер-бота. А кто такой Киллер-бот? Это главное действующее лицо, и он будет от первого лица вестись, и он будет рассказывать свои впечатления, это искусственный интеллект, и он будет рассказывать свои впечатления от взаимодействия с человеком, как он себя видит. Дело в том, что он вообще по сути является, вот он наверное даже вот изображен, да, он будет прятать свое, что у него часть, он как кибер какой-то, да, у него будет часть искусственная, где-то будут там, как вы видите, там и броня, там руки, там и так далее, всякие такие технологии будут использоваться, ну а где-то там естественно часть, он выглядит как человек, там часть кожи есть, там какие-то органы и прочие нюансы, тем более как раз во второй части он вообще будет, когда без вот этой всей защитной штуки, он будет маскироваться под реального человека, точнее он будет маскироваться под человека, который себе аугметику какую-то добавил, но я забежал немножко вперед. Итак, что у нас? У нас есть очень интересный персонаж, который с определенной миссией, его присылают, например, на исследовательскую станцию вместе с исследователями, и вот мы получаем киллер-бота, так он сам себя называет. Чем он крут? Вообще, в далеком будущем корпорации, она владеет многими технологиями и защищает свои разработки, защищает там и людей, использует андроидов. И вот андроид один, это киллер-бот, который смог себя взломать, смог взломать систему, которая вокруг него, много чего он смог взломать, проникнуть, все для чего, для того, чтобы получить больше свободы, он мыслящий, он интересный, он обожает смотреть сериалы, очень много разных сериалов, по этим сериалам он пытается понять, что людьми движет, и очень прикольно читать его реплики или приколы в сторону людей, которые он как бы в мыслях произносит, но, естественно, людям он старается их не говорить, что он видит их косяки, недочеты и прочее. Особенно здесь, когда происходит тревожная ситуация, по сути, ему надо разобраться, почему желают убить их, почему желают подставить его подчиненных, то есть тех, кого, ну не подчиненных, а его, так сказать, коллег, тех людей, кого он направлен защищать, и он понимает, что тут что-то планируется плохое, и вот интересно следить, как он сначала людям пытается намекнуть, что тут что-то не то, что тут надо со всем этим разобраться, а как он пытается им подсказать, как отсюда сбежать, что их пытаются как-то подставить, тут далекая станция, забытая, и, казалось бы, кому тут надо, с какой целью подставлять людей, и там и убийство будет происходить и прочее, но наш киллербот в это вмешается, и довольно к хорошему концу это все приведет. Во второй книге киллербот, он уже на другой территории, другой локации, он получил определенную свободу, но ему надо избегать взглядов, избегать публичности, чтобы его не опознали, потому что нашумевшая история была с тем, как киллербот, что он натворил в первой, так сказать, части, ему надо этого всего стараться избегать, и здесь интересный тоже момент, он вступает в взаимодействие с еще одним искусственным интеллектом, и тот ему будет подсказывать, потому что он хороший ход сделали, он пытается маскироваться под человека, как он себя представляет специалистом по безопасности, и вот, чтобы убраться с этой планеты, убраться на другую территорию, ему надо взаимодействовать с людьми, как-то с ними общаться, вот маскироваться, и тут, естественно, тоже будет и заговор, кто-то будет хотеть убить этих людей, и вот он будет в это вмешиваться, очень классно затем смотреть, как он там приконнектится к камеру, там изменил данные, там подправил данные и так далее, то есть какие-то такие вот вещи будет делать, он много операций может успевать делать по секунду, он там смотрит сам на себя, он смотрит, например, тут камеры стоят, вот он стоит с человеком разговаривает, потом опа, скаканул как бы мысленным взором туда в камеру, посмотреть, как он со стороны смотрится, поправил фигуру так более естественно там, или его кто-то по плечу хлопнул, он такой просканировал так, что он хотел этим сказать, ага, он походу меня одобрил, вот, окей, я могу ему улыбнуться, пошел дальше, когда он все это не любил, он хотел, ну, быстрее бы оставить меня в покое, я хочу продолжить смотреть там 160-ю серию лунного там мастера, или как там сериал называется, я уже, честно говоря, не запомнил. Я, честно говоря, не понимаю, почему такой сумасшедший восторг, почему столько премий и всего такого, идея сама прикольная, то есть я люблю, когда, и тут показан, в принципе, мыслящий робот, что он по-другому, не как человек, как он оперирует другими данными, каким он действует, выбирает там действия, как вот не наблюдить человеку, в то же время там на убийство там пойдет и прочее, какие-то нюансы, вот, но почему такая шумиха большая, почему так много премий, я не помню, в чем здесь, не знаю, гениальность, в чем здесь то, что это будет выделять этот роман из тысяч других, как говорится. Но сама идейка, да, прикольно, вот, я же говорю, следить за мыслями робота, как он, говорю, людей обстебывает и там еще какие-то нюансы, ну, нет, тут не будет много юмора, но вот именно он будет показывать какие-то косяки в мышлении человека, вообще слабости человека и прочее, но при этом он все равно, у него будут миссии, он будет их защищать, он относится к тому, что у него там прописано, что он должен делать, он хоть и взломал себя, там, будет где-то скрывать какую-то данную, плюс он еще должен, человек не должен пострадать, он там должен помочь разобраться с тем-то и с тем-то, а все для того, чтобы ему, наконец, дали время, чтобы он спокойно мог заниматься своим любимым делом. Читалось все очень легко, мне действительно хотел узнать, как он разрулит ситуацию в первой и второй истории, вот, от этого не убудет, мне действительно понравится эта история, вот, не знаю, как насколько здесь, как говорится, написано научная фантастика, то есть, что тут такого фантастического, то есть, мне чисто понравилось так, немного, довольно хорошо описаны там какие-то возможности компьютеров и технологий, вот, но я и сказал бы, что это, возможно, далекое будущее, слишком тут технологии примитивны на самом деле, или, там, камеры снижения и так далее, то есть, многое, мне кажется, уже устарело даже сейчас уже, вот это вот не будет так использоваться, как это использует наш главный герой, вот, но, так как мне интересна тема искусственных интеллектов, мне интересна тема, вот, роботов-андроидов, которые себя ощущают мыслящими, или, там, следующим поколением, там, людей и прочее, я стараюсь на эту тему побольше вещей прочитывать, и я не скажу, что я зря потратил время, просто хорошо его провел, оно такое, довольно развлекательное чтиво получилось, и плюс еще, я же говорю, мне понравилось то, что это робот, который пытается что-то изменить, у него есть свои интересы, и как это все вклинивается в общую конву сюжета, как это все вклинивается, ну, там, в взаимодействии с людьми, это все было действительно интересно наблюдать, поэтому я, если по пятибалльно поставил твердую четверку, и порекомендовал тем тем, кто хочет почитать, связанное что-то с роботами, с эскинами, с недалеким будущим, с технологиями такими, с использованием компьютерных технологий и прочее, но все равно это больше такой, там, боевичок, немного такой развлекательный лично для меня, она легкая, лайтовая такая, без каких-то глобальных таких мыслей, без каких-то вещей, за которые, ну, кто-то прочитал книгу, такой, ага, надо задуматься, правильно ли, что технологии так развиваются, а роботы являются ли живыми существами или нет, ну, и просто такие нюансы, тут вопросов этих как-то не возникнет, это просто для того, кто хочет скоротать несколько вечеров и получить удовольствие от приятного чтения хорошей фантастики. И при этом я планирую, что продолжение я почитаю, мне интересно, если вот в первом томе понятно, как развивался, а в второй, история, что он уже себя за человека там маскировал, что будет в третьем, четвертом, мне вот есть задумка прочитать последующие, если мне интересно, чем же это все закончено. Надеюсь, там история завершилась. Благо тут, я говорю, никакой нету, там, любовной линии и прочее, все это такой хороший триггер, по сути, чтобы разобраться, кто за всем этим стоит и как выпутаться из этой ситуации и роботу, и людям, которые рядом с ним, это было интересно. Читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект ПО, пока!